Итак, всем привет! Я такая сонная, простите меня за мой внешний вид, но я реально только что проснулась. Муж меня зовет на веранду, говорит, иди сними, я делаю, значит, супер вещь. Супер вещь это веранда, значит, для котиков. Он увидел эту идею по телевизору и, в общем, решил воплотить из подручных средств, которые вот имеет. Ну, в общем, пораскинул мозгами, пошевелил свои фантазии. Покиньте, фантазия это орган, и он ею пошевелил. Хочу выпить кофейку. Холодно уже тут. Сейчас будем снимать процесс. Потом пойду за кофе, потому что холодильная такая невозможность. Процесс идет полным ходом. Сейчас, я так понимаю, просто снова делается конструкция, а потом уже будем работать над эстетикой этой конструкции. Тут полный разгром-погром. Маска валяется вот тут все. Ладно, пойду кофейку себе заварю. Процесс, чувствую, будет небыстрый. Всем привет! Итак, всем снова привет. Сегодня день, когда я решила заняться оформлением интерьера веранды, потому что сейчас она похожа на какую-то, знаете, клетку, такую тюрьму для котов. Тюрьму для котов. Я решила, что надо как-то это все облагородить немножко, создать немножечко уюта. Купила, значит, вот такие вот подстилушки, это на табурет. Но в нашем случае это будет для котиков подстилочки. Очень мягкая такая вот, приятная на ощупь текстура. Коты уже затестили. Ты затестил, Луся? Затестил. Так, Луся надо умыть. Что-то он какой-то зачухонил меня. Так, не грызи, это не настоящее, не настоящее, не грызи. Так, и вот такую вот искусственную растительность купила. Метр шестьдесят две штучки. И для создания новогодней атмосферы купила вот такой вот за 60 рублей недорогой наборчик. Новогодних украшений. Ой, боже. Снеговик перевернулся. Ну, вот с этой стороны мы его посмотрим. Вот такой вот. Все уже в шерсти, потому что они уже все потестили, все примерили. Но это хорошо, они не будут пугаться новых вещей. Потому что коты порой боятся новых вещей. Им надо как-то к ним подкрасться, поэксплуатировать. Вот они уже поэксплуатировали, уже потаскали эти. Подстилки, уже понюхали вот эту растительность, уже поиграли этими игрушками. Все обшерстили, все, идем на улицу. Сейчас будем декорировать эту жуткую клетку. Так, все неплохо, но муж, конечно, ошибся и допустил определенные ошибки в создании этой конструкции. И поэтому придется как-то решать этот вопрос. Надо было начинать ставить ее от угла, прямо от самого начала окна. Но он куда-то вот, буквально там 10 сантиметров, зачем-то отступил. Теперь будем решать этот вопрос. Так что, сейчас вот эти пооткусываю. Вот это все неряшливость. Так, такой импровизированный линолеум уже запылился. Надо будет пылюку утирать. Что-то он как-то это, подскочил. Ну так, натяп-ляп, но котам радость. На сегодня солнечный день, поэтому тесты прямо сегодня будут коты. Позагорают как раз. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, погода оказалась просто суперская для прогулки. Подстилочки уже нагрелись. И моя шея тоже нагрелась. Бедная моя шея. У меня, по-моему, погорела шея на солнце. Пока выгуливается только Ариночка, потому что если они вместе будут, они подерутся. Ой, а щути ты вся прях. Хорошо, да? Ой, как хорошо, как тепло. Так, почему погорела шея? Очень долго я вот это вот наматывала, потому что пропускала через сетку. Это обязательно, потому что тут бывают порой сильные порывы ветра. Если это просто, знаете, повесить порывом ветра, это вырвет. Да, вот сегодня прекрасная погода. Бывает ветрено. То есть все это разлетится, поэтому приходилось вот эти все колосья вот так вот сквозь решеточку с небольшим отступом пропускать. Ну вот. Понятно, что тяп-ляп, но в принципе детям нравится. Ну, маленький трусоват, он может и не выйдет. Так, ну что, Ариночка, как ты оцениваешь интерьер своей прогулочной клетки? Некогда, мываешься? Что это, снеговичок? А, я поняла, что у тебя на носу. Это со снеговичка. Блестки. Ой, попу моем. Ладно, отключаемся, да? Нет, не будешь мыть? Кто же на камеру-то попу моет? Неприлично, малыш. Все, будешь загорать. Так братец не дождется своей очереди, Ариша. Не дождется. Да, маленький? Скажи, сейчас от зависти лопну. Лопну от зависти. Все, мы уже умылись с ним, уже чистенький, шелковистенький. Так, ну куда ты пошел? Сейчас подеретесь. Маме еще веранду убирать после папиного разгрома. Он там все просто, все замусорил, все разгромил, все поразбросал. Но погода просто была холодная, он быстренько все скрутил и сбежал. Я ждала теплого дня, чтобы вот не морозиться, а оформить, выйти спокойно, не дрожа. Итак, я снова с вами побывала уже в душе, помыла волосы. Сейчас пойду сушить. Для начала попью чайку с печенькой. Сижу тут с котами, как всегда. Где я, там и они. Вот Арина мне футболку оттянула. Тебе думать, что это такая растянутая футболка. Вот, значит, один пирожок наш сладкий. Сладкий, наш сладкий пирожок, да. И вот она вторая наша красотуся. Прилепыши. Я их называю прилепыши, потому что где я, там и они все время лепятся ко мне. Где сядешь, где ляжешь, где встанешь, там и они оттираются. Да? Вы будете давать интервью. Что такое? Ореха дремит. Собрала на себя какие-то катушки. Что за катушки ты собрала на себя? Почему у тебя такая шерсть? Почему такая шерсть у тебя? Где ты была? Что это значит? Что бы могли значить эти катушки? Что мама давно не пылесосила под диваном? Вот и все. Вот и спалили. Вы спалили, мать, такую нечистоплотную. На самом деле не знаю, где она каталась. Вроде особо нигде не каталась. Собрала на себя катушки. Так, вот такая вот печенька у меня есть. Точнее тут две. Называется Тальги Куки. Клубничная печенька. Сейчас вот ее слопаю. Сегодня у нас ужин готовит муж. Вы меня как-то некоторые из вас спросили в комментариях показывать, какую обычную повседневную еду дома готовят в Корее. Вот сегодня как раз такой случай. Я уже показывала вам разные рецепты в своих влогах. Просто не все их смотрят. Вот сегодня будет как раз таки еще очередное видео с обычной домашней едой. Сейчас муж придет с работы и будет готовить. Он сам вызвался, сказал, сегодня я готовлю, будем есть сегодня корейское. Вот. Я перекусила уже. Рец доела колбасу. Есть салат с капустной. Вот. Но голодная. Мы голодные с Люжкой. Кто-то из нас, Андюш, Падюш, уже прожорливый. И кто бы это мог быть. Поэтому мы все равно готовы еще раз ужинать. Вот. Ну что, муж пришел с работы. Начал готовить. Блюдо у нас называется Сосаджи Ячепокым. В общем, с сосисочками что-то. И с овощами. Да, Арина подсказывает. С сосисками и с овощами. Теперь варится брокколи. У нас тут в подсоленной водичке. И сосисочки. Сосисочки вот так вот мелко нарезаны на колесики. В разогретую сковородку с маслом у нас отправился сладкий перчик и крупно нарезанный лук. Помешиваем, помешиваем. Пока все жарится, замешиваем муку с кипятком. На глаз так замешали. Пока вот такая жидкая консистенция. Добавили брокколи к овощам. Отваренный предварительно. Сегодня такой ужин специально для меня. Овощной. Ну, наверное, за все время, пока я здесь, я ем такое второй раз. И то, по-моему, в прошлый раз без брокколи было. Были сосиски, был лук. А сегодня прям такое меню, как я люблю. Много овощей. Но это явно что-то из более современной кухни. Потому что с сосисками-то вряд ли что-то раньше готовили. Но я имею в виду традиционную кухню. Вряд ли в традиционных рецептах были сосиски. Так, вот теперь корейская нотка появится в такой, на первый взгляд, привычной для нас еде. Что это за соус такой, сейчас посмотрю. Ага. Устричный соус. Устричный соус. Добавляем сосисочки. Теперь добавляем кетчуп. Кетчуп тут по вкусу такой же, как и у нас в России. Ну, если брать обычный, там, да, не какой-то там шашлычный или еще какой-то обычный такой кетчуп. Без всяких посторонних добавок. Не острый, не с подкопченным вкусом обычный. Самый простой. Так, а теперь мы готовим петчу джон. Как-то так это называется, еле выговорила. Значит, берем капустный лист, окунаем его в ту самую муку, заваренную кипятком. Ой. И будем обжаривать на масле, на сковородочке. Будем такая деловая, как будто я прям участвую. Стоит, ничего не делает. Вот такой вот, по всей видимости, какой-то капустный блин. Блинчик перевернули. Обжариваем с другой стороны. И тут уже все приготовилось. Дымит, коптит. Ой, какой сегодня будет вкусный ужин. Прям для меня сегодня муж постарался. Наш ужин готов. Мы, как всегда, перед телеком решили поесть на нашем маленьком кофейном столе. Обязательно рис. Уже миллион раз повторяла, рис здесь это как хлеб. У мужа много хлеба, у меня, видите, чуть-чуть. Остатки брокколи в соусе, в остром. Вот это вот сосисочное, значит, жаркое. Капустка кимчи. И жареная капуста. И еще тут вот эти листья. Кенни. 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 Ну, ладно.